Всем огромный привет! Добро пожаловать в новый влог, в новое видео. Всё, закончились летние каникулы, и я, видите, в машине, да, повезла сыночка на учёбу. У нас время 6 утра, как раз мы выезжаем, и нам ещё сегодня нужно будет съездить к Гюйсу им купить и брюки. Так что дел у нас много, завтра у них учёба начинается, сегодня 1 сентября. Я, кстати, поздравляю всех с Днём Знаний, родителям желаю терпения, и чтобы радовали их детки своими успехами. Так что продолжайте смотреть мой влог, ну а мы поехали. Набегались мы по оптовке и по военторгам, купили вроде всё, что хотели. Ну, да, мы приедем, я потом уже покажу покупки. Я зашла во Вьетнамку, взяла 2 намые картошки, блин, порции такие огромные, капец, попробовала картошка вкусная. А мальчишки мои пошли в эту, короче, в какую-то чайхану жареный лагман кушать. Вот я в машине сижу и жду, они там кушают лагман жареный, и я тоже буду кушать вкуснятинку. Мы уже дома, приехали, покажу вам покупки, что мы купили. Так, сначала покажу, что мы в военторге купили, чтобы уже мне не путаться. Так, уже, я-то потеряла что-то. Взяли мы 2 гюйса, вот таких, потому что нам форму ещё не выдали, форму выдадут позже. А прошлогодние, которые, они в ужасном состоянии, они выстираны все, ну, страшные. Ну, представьте, вот это прошлогодний, ну, куда. Купили 2 новых, 850 рублей штука. Вон, 2 штучки взяли. Ну, выдадут форму, пусть всё равно на год не хватает. Вот, будут у него прозапасы. Так, дальше взяли пуговички. Взяли пуговички у нас, потерялись 2 пуговички. И вот про запас. У тебя 6-я потеряла. Вот 6 пуговичек взяла. Вот такие. Сегодня нужно будет пришить. Так, пасту Гоя взяли. 100 рублей пуговички, одна 10 рублей. Вот 60 рублей за пуговички отдали. Пасту Гоя 100 рублей вот этот блок. Есть ещё жидкая была в баночке, но не нравится, как ей начищать. Не знаю, Егор сказал, лучше вот брусочком. Взяла ему брусочек пасты Гоя, пряжку на ремне начищать. Так, и взяли ещё брюки. Немного, немало, девчонки. Брюки 50. Сейчас скажу. Вот, 54 размер. Ну, они здесь, как на резиночке, под ремень. Они хорошо. По длине чуть-чуть длинноватые. Мы заехали сейчас в ателье. Но сегодня линейки не будет у них. Сразу они учиться начинают завтрашнего, с 2-го числа. И сегодня ничего не успевают они подшить. Я взяла на всякий случай в ателье. Так, это всё, что мы в Вайнторге взяли. Ну, брючки, они такие тонкие. Ну, вот сейчас ходить нормально, пока форму выдадут. И 1800 нормальная цена. Я думала, цена будет космическая. Нет? Нормально. Так, брючки. Это сейчас всё нужно привести в порядок. И в ателье купила вот такую ленту. Ну, хотя бы на первое время подрубить, чтобы хотя бы сходить на первые дни учёбы до выходных. А потом можно будет уже унести в ателье, чтобы подшили. Так, на оптовке. Что мы взяли на оптовке? На оптовке мы взяли футболку. Тоже знаете, девчонки, сейчас вот им футболки выбирать. Я, вот, разные там цветом были. Нет, вот, либо чёрное, либо белое. Чтобы по минимуму было что-то там. Никаких рисунков не надо. Но качество, конечно, хорошее. Тысяча рублей. Она стоила 1700, по-моему. Да, вот ценник. А там мужчина этот, мы в прошлом году кроссовки покупали. И он такой, я вас помню, вы мои клиенты. Я вам скидку сделаю. Брат купил кроссовки. И, по-моему, 3,5, если я не ошибаюсь. Он за 3 отдал и футболку за 1000 отдал. Ну, вот такая она. Ну, она как, типа, оверсайз, удлинённая. И на спинке размер у нас XL. Какой? Не знаю, просто XL. Она большая. И на спинке здесь вот такой вот принт на спине. Вот такая ему понравилась. Вот одну футболку купили. Но мы дома футболки ещё ему покупали. Я вам, по-моему, показывала. Так, и ещё мы зашли. Тоже на оптовке. Купили двое штанов. Одни тоже какой размер. Я не знаю даже. Вот, пожалуйста, 38-й написано. 2,800 эти брючки стоят. Они, как, знаете, сделаны интересно. Они как брюками. Как бы брюки, да, брючная ткань. Всё. Тут ремешок какой-то вот ещё даже есть. Вот такой. Ну, как брюки, да. Сзади всё как по-путёвому. Но они зауженные. Они без стрелок, конечно. Неудобно показывать. У меня нет штатива, естественно, с собой. Они, видите, книзу. Они немножко зауженные. И они так хорошо на нём смотрятся. Вот, не знаю, он одел. И прямо понравилось сразу. Взял вот эти брюки. И потом мы ещё одни осмотрели. Ну, здесь тоже вот как молния, пуговичка. Всё как у брюк. Только зауженные книзу. Не классика. Ещё одни штанишки взяли. Вот такие вельветовые. Вообще очень нам понравились. Как они... Мы сначала смотрели, под вид джогеров были. На резинке снизу. Ну, не понравилось, как они сидят. А вот эти... Ну, они вот у вас на камере прям такие оливковые какие-то. На самом деле они как такие, знаете... Я бы сказала, даже бежевые. Бежево-зеленоватые слегка. Да, у вас камера неправильный цвет передаёт. Сейчас попробую. Может, ну, вот как-то вот так. Вот более или менее что-то. Вот такого плана. Вот так они сделаны. Тоже как бы как брючками. Размер у нас здесь... Размер, ну, какой-то 36-й, какой-то китайский 36-й, не знаю. Ну, наверное, 36-й китайский. Кармашки. И они тоже заужены. Видите, там широкие. А сюда они заужены. И тоже они так классно сидят. Они тонкие, не толстые они. Ну, на осень нормально будет носить. Хорошенькие прям. А сзади они сделаны вот таким образом. Ой, неудобно одной рукой, конечно, всё это дело. Ну, вот так. Здесь нужно достать. А здесь... А, здесь нужно убрать вот эту штучку. Ну, здесь пуговички нет. А, нет, смотрите. Здесь уже вот этот карман. Вот он должен быть зашит. Видимо, кто-то хотел разорвать. Видите? Карман это... Ну, вообще это карман. Вообще это карман. Но лучше его не разорвать. Потому что, мне кажется, будет торчать потом. И здесь они на резиночке. Ещё резинка есть. Короче, нам понравились. Классно сидят. Вот такая вот фирма. Вот информация китайская. Короче, понятно, да? Эти стоили... Так. Две с половиной вот эти стоили. А на брюки он сделал скидку. Они стоили... Две... Сколько? Две восемьсот, по-моему. Он за две с половиной или две семьсот. Короче, чёрные, которые штанишки. Вот за двое штанов мы пять тысяч отдали. Вот. В принципе, из одежды это всё, что мы купили. Остальное вроде бы всё как бы есть. Сейчас покажу ещё фикс-прайс. Заходили, что мы в фикс-прайсе взяли. Так. Давайте прямо из пакета вот так начну. Туалетная бумага. Так. Она идёт трёхслойная. Восемь рулонов. Сто семьдесят четыре рубля упаковка. Восемьдесят семь рублей. Вот такой гель для умывания. Сэндо. Матирующий гель. Ну... Ой, что-то там какой-то это... Как подтёк, что ли. Не знаю. Протереть надо. Я такой покупала Егору. Ему понравился. Он с неоцинамидом. Матирующий эффект. Ну, он сам сказал, мам, купи мне такой же. Ему понравился. Неплохой гель. И объём здесь хороший. Триста миллилитров. Ну, и недорогой. Девяносто девять рублей. Вот такой гель для душа. Здесь объём семьсот пятьдесят миллилитров. Коктейль для... Гель-коктейль для душа. Прохладный мохито. Как клубничный мохито пахнет. Очень приятный такой свеженький аромат. Ну, я не брала такой. Вот взяли. Там были разные. Что-то было, по-моему, пинаколада. И что-то с алоэ. По-моему, что-то ещё было. Ну, короче, несколько видов. Ну, вот такой взяли. Приятный, свеженький такой клубничный. Мохито... Мохито клубничный аромат. Антиперспирант. Рексона. Ох, найти бы. Тут опасная вещь. Сейчас найду. Девчат. Вот он. 199 рублей. Я брала уже не один раз. Нормальный, хороший стик. Понравился нам. И аромат приятный. Так. Гель для душа. Мужской. Ну, он идёт как гель для душа и шампунь. Но 400 мл. Цена. 59 рублей. Но это чисто как гелем для душа. Потому что, не знаю, у кого чувствительная кожа головы. Вот как у меня у Егора. У него перхоть. Вот от такой начала появляться. Поэтому чисто как гель для душа. Приятный такой свежий мужской аромат. Тоже часто его берём. Себе я взяла пасту Colgate Total. Про запас. 124 рубля. Мне нравится она. Не знаю. Классная паста. По-моему, она идёт с этим... Если я не ошибаюсь. С углём. Или нет. По-моему, да. Она должна быть с этим... С чёрной полоской. По-моему, с углём должна быть. Мальчишкам за 158 рублей взяла вот такой колугиц. 219 грамм бережное отбеливание. Ну, на двоих им надолго хватит этого тюбика. 116 рублей. Вот этот освежитель воздуха после дождя. Приятный аромат. Это Николай взял себе. Ну, как себе. В квартиру сюда он взял. Очень приятно пахнет. Такой, знаете, свеженький, цветочный. Такой нежный аромат. Запах приятный. Дальше щётки. Зубные щётки взяли. Да, я Егору взяла. 199 рублей. Здесь получается... Три штуки. Так, освежителя. Два штуки. Да. Я не видела второй. Так. Здесь средней жёсткости щётки. Ну, вроде бы написано с древесным углём. Я не знаю, насколько это правда. Вот они. Вот такие щёточки. Вот. Средства для кухни. Тоже взяли, когда на кассе бутылка побежала. Всё растеклось. Ну, убрали и сказали, чтобы заменили. Сходили, так как был пробит уже. Но она сказала, кассир на кассе сказала, что средство... Оно воничное, конечно, неприятно. Оно не то, что воняет прям резко как-то. Ну, неприятный такой запах какой-то. Прям капец. Мне не очень. Не зашёл мне этот вообще никак запах. Но она говорит, что отлично вообще всё чистит. Не знаю. Взяли для кухни. Посмотрим, как оно сработает. 87 рублей стоит. Как бы недорого. Мастер эффект. Посмотрим, как оно будет работать. Это средство. Будет ли оно жир, нагар убирать и так далее. Так, Егору взяла вот такой лосьон, антиугревой пропеллер. 59 рублей. Цинк и мицеллы для проблемной кожи. Объём 100 миллилитров. Так, и что мы ещё взяли? Себе я взяла перчатки. 249 рублей. Здесь 5 пар. Перчатки хорошие, плотные такие. Сейчас картошку копать, в огороде всё убирать. А у меня перчатки всё закончились. Вот я и взяла. Так, салфетки. 99 рублей. 130 штук. Коты. Коты, как правильно. Хорошие салфетки. Ну, постоянно их берём. Либо голубые, либо такие, либо антибактериальные. Они все отличные, хорошо пропитаны. Оптимальный размер и большой объём. Цена 99 рублей. И последнее, что я взяла. А, так, ручки шариковые. 59 рублей. Здесь 4 штучки. Там было и 12 штук. Ну, взяли вот такие. Здесь прорезиненные. Вот, наконец, ну, как, где пальчики держат ручку, прорезиненная штука. Вот, Егор у меня левша. И ему удобно будет с таким держателем ручками писать. Так, и последнее. Взяла вот такие мочалки. Я заказывала точно такие же мочалки. Девчата, я заказывала на ВБ. Ну, был набор из двух. Вот такая серенькая была и тёмно-серенькая. 300 с лишним рублей я отдавала за две мочалки. В фикс-прайсе точно такие же мочалки. По 79 рублей за штуку. Ну, это в два раза выгоднее получается, купить две мочалки в фикс-прайсе, нежели заказать набор на АББ. Короче, не к этому дело. Я взяла одну Егору сюда, здесь в городе, оставить. Одну Сергею взяла домой, потому что я ему отдала такую мочалку. Ну, вот он с собой в машине, она у него. Чтобы дома была тоже такая японская мочалочка классная. И себе на замену тоже взяла. Ну, у меня одна в бане, и вот одну в душе себе оставила. Мочалки реально классные, мне очень нравятся. Они хорошо прям так в кожу. Я люблю пожёстче, но хотелось бы ещё жёсткости, но и то хорошо вообще. Вот прям эффект какого-то пилинга, что ли. Мочалки мне очень понравились. 20 на 45 по 79 рублей, как я и сказала. Всё, девчонки, все покупки. Тетради у нас остались с прошлого года. Если нужно будет, фикс прайс у нас через дорогу сходит и докупит ещё всё, что карандаш есть. Ну, короче, сейчас не проблема купить какую-то канцелярию. По факту сходит, у них начинаются с завтрашнего дня новые предметы. Если что-то нужно будет дополнительно, сходит и купит. Мы здесь, конечно, на несколько дней, но это не менее трёх дней мы здесь будем. Надо дела поделать. Поэтому вот так. Так что я сейчас что буду заниматься? Буду пуговицы пришивать к фланельке. Потом её нужно будет постирать, погладить. И брюки нужно будет мне отгладить и подклеить по длине. Вот. Все покупки. И я пошла заниматься делами.